Побегай. Катя держится поближе к маме. Опасается, что чужие снова сделают ей больно. Ведь за свои полтора года девочка побывала в руках нескольких докторов. Они не смогли исправить врожденную косолапость. У меня нет о враче противоречия. То есть мы обращаемся, нам так и говорят, как бы не знаем, чем вам помочь. Когда родилась долгожданная дочка, родители были счастливы. Только вот правая ножка у нее все время подворачивалась вовнутрь. Пробовали гипсовать, Катя плакала от боли. Все, стоишь. 31 декабря случилось предновогоднее чудо. Девочка все-таки пошла. Сама. Почти в полтора года. Но радость была недолгой. Правая стопа снова ушла вовнутрь. Как нам объясняли врачи, у 15% детей с таким заболеванием часто случаются рецидивы. Еще немножечко так походит. Она ходит не прямо на стопе, а на ребре стопы. Она говорит, пятка пропадет и уже не поможет ни одной операции. Наконец Кате повезло. Нашелся доктор, который успешно лечит косолапость. Но надо спешить. Ведь девочка взрослеет, ей уже хочется бегать. А ножку нужно будет обездвижить на несколько месяцев. Скорее всего придется повторно удлинять ахиллово сухожилие, чтобы вывести стопу в правильное положение. Учитывая возраст ребенка и развитие заболевания, я думаю, что результаты будут благоприятные. И все бы хорошо, но лечение платное. Сейчас не хватает 26 тысяч рублей. Помочь Кате может каждый. Для этого нужно отправить смс со словом «дети» на номер 5542. Сообщение стоит 75 рублей. Перечислить деньги можно через мобильное приложение и сайт Русфонда. Если все получится, спустя год Катя сможет гулять по улице уже без поддержки старших братьев.